Доброе утро, глубоковажаемые любители планерного спорта. С чего начинается доброе утро? С чашечки бодрячего кофе. Кофшенчик вари! Сейчас я представляю, что я самолёт, у которого отказал двигатель. Вот это я так низко летаю, представляете? Я, правда, не смотрю сейчас на тень, я смотрю на расстояние до склонов. Сейчас, видите, на лираже как раз идеально прохожу. Опа! Возь полосы, прямая. Ну и сейчас, если я так оставлю, мы не долетим, поэтому я убираю немножко воздушные тормоза. Летим, 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 летим. Сто километров летим, летим. Вот она начинает милетика касаться дыр. Перед крылом сейчас мой дом. С солнечными батареями на крышах. Красавчик! Крепость? Ну и крепость, как там. Не помню, как эта стука называется. Вот две птички. Это кто? Не, не подходите. Да, 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 я помню. Вот это, оп! У нас 2400, мы туда, там, пойдем туда где-то на 2100. Сейчас и проверим заодно. Обратите, высоту я говорю, будет, что 2100 будет. Вот где-то вот здесь 100 и получилось. Вот. И вдоль склончика сейчас работаем потихонечку. Может быть, сейчас вот здесь вот все-таки по нем. Вот астрономчики наши здесь живут. Здесь их место питания. Он сейчас до склон не так далеко, но посмотрите, как Миша сейчас смело на него закрутит. Давай. Оп! Ну. Крайний проходик. Впереди еще косули. Где они? Видишь, видишь? О! Подожимаемся. Ниже. Сейчас надо вираж делать так, чтобы куда что-то не урубиться. Оп! О! Итак, идея видео сегодняшнего дня – это показать вам реальный процесс, как происходит все, ну, от, не знаю, от пяшечки утреннего кофе до полетов. Вот образовалось первое облачко, первая вспышка. В остальных холмах пока пусто, но скоро и там будут такие же расцветать вспышки. Поэтому мы можем готовиться к полетам. Через полчаса мы взлетим, и до аэродрома нужно на чем-то добраться. По дороге нас такуют куры. Что это может быть в сарайчике? Эта штука была куплена за день до покупки дома. Собственно, я купил сначала вот этот мотоцикл, а потом я купил дом. Потому что надо было где-то его хранить. Эй! На аэродроме существуют определенные правила, наверное, важнейшие из которых – это не бегать там, где могут приземляться самолеты. Первое правило, и такое мощное, крепкое, однозначно, которое нужно исполнять. Вот взлетная полоса, по этой полосе поперек никогда не нужно бегать, ходить и прочее. Просто потому что, если самолет вы еще можете услышать, как приземляется там, жужжить что-то и прочее, то как приземляется планер вы не услышите. Это будет тонкий свист, после чего, если в этот момент вы на полосе, то бам, и следующая игра. Будьте внимательны, аэродром – это реальная штука с повышенной опасностью. При этом у нас, как вы видите, вот он ничем не огорожен. Просто вот на плата. И вот они стоят самолетики. Ну, самолетик стоит один сейчас. Мы сейчас в чем-то будем летать, но это все по сравнению с летом. Это ну так, вот чуть-чуть. Часика на три. А поэтому мы одни. Аэродром наш сделан так, что взлетать можно только в одну сторону. Видите, здесь находится гора Арамбар. Поэтому в гору взлетать, естественно, нельзя. Мы взлетаем только с курса на север. Составляет проблему при попутной ветре. Мы должны подготовить наш планер полетом. Вот он у нас зачехлен. Вот мы прибыли на аэродром. Повторю, мы ни у кого пока никаких разрешений не спрашивали. Там никакого флайплана не подавали. Это вам не Российская Федерация, где в зоне G все регулируется. Здесь зона G, Гольф. Дерегулировано. Мы можем не летать спокойно, без всяких заявок. Что, собственно, сейчас и произведем. Но для начала нам нужно расчехлить планер. Он находится в таких чехлах, которые защищают его от солнышка, от росы. Роса уже высохла вся. Сейчас мы эти чехлы снимем. Подготовим планер к полету. Заправим его. Проверим. И будем взлетать. Надо его заправить, посмотреть, проверить, подготовить к полетам. Так, подготовить к полетам нужно поставить вот эту трубочку. Я однажды забыл, точнее не забыл, а перепутывал эти никсы. И ставил никс сюда, а датчик скорости сюда. Трубочку, которая имеет скорость. И было совершенно изумительно в Африке. Поэтому, в принципе, их положено изолентой заматывать. Поэтому, если изолентой хорошо заматывать, потому что ты не перепутаешь. Ну, вот я могу их местами поменять, видите. Это просто до конца не встанет. Точнее, вот это до конца не встанется. Видишь, сколько остается. После случая, когда перепутал, уже учишься на своих ошибках. Легче запомнить и проверить. Сейчас мы сняли заглушки, надевы в кармане. Обязательно нужно выполнить, когда планер полностью готов к полетам, выполнить его предполетный осмотр. Это важно, чтобы не забыть какой-нибудь мелочи. Я сейчас выпущу двигатель. Вот кнопку. Нам вот установку. И приоритет, видите, переключен на меня, на заднюю кабину. Вот волшебный тумблерочек. Я его сейчас щелк. И вот что происходит. У нас выпускается двигатель. И вот теперь у нас доступ ко всем агрегатам. И мотора, и планера, и прочее. Убираю тормоз винта. И смогу винт покрутить. И планер осмотреть. Процедура осмотра планера должна быть у каждого в голове. Наверное, тут есть расписанное все. Вот смотрите, здесь сколько всяких таблиечек, что нужно сделать. Как еще, какой предфлайчек и прочее. Но важно, наверное, не то, что написано. А то, что вы реально будете делать. И для себя нужно решить вот эти вот, пометить моменты. Ну и сделать эту процедуру для себя такую привычную. То есть вы делаете то, что знаете по пунктам. Можно, конечно, взять бумажку, выписать все. И ходить с бумажкой. Кстати, тоже очень правильно. Ставить галочки напротив каждого пункта. Что выполнен этот, выполнен этот. Это, наверное, самый правильный способ. Без бумажки это неправильно, сразу говорю вам. Но что поделаешь. Мы осматриваем кабину. Что в кабине все хорошо. Все у нас работает. Ну, в смысле, пока не работает. Я включаю питание приборов. Включаю вариометр. И увижу скоро вольтаж батареи основной. Смотрю топливо. У нас 9 литров. 12,5 вольт батарея. Все в порядке. Радиостанция. Радиостанция включена. Все, можно уже понимать, что взлететь мы сможем. С точки зрения заряда батареи. Смотрим на шасси. Это очень важно. Потому что по обжатию пневматикам мы можем понять, как оно накачано. Осматриваем крыло, переднюю кромочку. Что она у нас в порядке. Нету сколов. Вчера никакую птицу мы не поймали. Естественно, я это делал вчера. Вчера планер мыл после полетов. Но положено осмотреть. Смотрим на колесико. Живое. Смотрим на... Проверяем его на люфт. Не болтается. Хорошо. Движемся. Осмотрим нижнюю поверхность крыла. Что там тоже все хорошо. Люфт закрылка. Все хорошо. Доходим до двигателя. Смотрим на наш двигатель. Все с ним в порядке. Проверяем натяжение ремня. С ним все же все в порядке. Смотрим охлаждающая жидкость у нас присутствует. Вот так она должна быть сантиметр на донышке. Все правильно. Вот. Проверяем масло. Здесь у нас отсек с маслом. Двигатель хоть и не двухтактный. Четырехтактный. Но вот такой бочевка есть масло подается в двигатель. Сгорает там. Все расходуется постоянно. Его надо доливать. Глушитель. Все тут ничего у нас нет. Не отвалилось. Все хорошо. И смотрим винт. Это важно. На сколы. Все хорошо. Потому что винта я не проверял вчера. С этой поверхности все хорошо. Хоть там немножечко и комаров всяких есть. Вот. И когда вот так прокручивать винт, конечно, надо было бы по-хорошему выключить питание от двигателя, которое сейчас включено. Ну, так что я сейчас, знаете, делаю не совсем правильно все. Смотрим антенки подсоединены. Дальше смотрим пневматик. У нас все с ним хорошо. Осматриваем стабилизатор визуально. Что тоже никаких там сколов нет. Киль посмотрели. Посмотрели люфт. Божья коровка какая-то. Нормально все. Тоже все хорошо. На эту сторону перешли. Важно посмотреть на стабилизаторе люфт. Опять посмотрели статику с этой стороны. Вот эти дырочки. Оп-оп. Все в порядке. Так. Закрылок. С этой стороны люфт нормальный. С этой стороны элерон. Люфт нормальный. Вперед-назад покачать. Что у крыла нет люфтов тоже. Все в порядке. Идем вдоль кромочки. Проверяем кромочку. Смотрим, что с ней все в порядке. Все здесь хорошо. Я смотром доволен. Можно заправлять топливо в планер. Так как мы ехали на мотоцикле, то ничего лучше, чем вот эта бутылочка, я не придумал. И всегда задают вопросы. Можно задать вопрос, а какого цвета авиационное топливо? Авиационное топливо голубого цвета. Вот она. Прекрасная бутылочка с бензином 100 LL. И вот этот литр, ну чуть больше там литра, 150 грамм, вот этого нам хватает, чтобы на планере взлететь. Вот здесь у нас находится лючок. Все необходимое для заправки планер. Наконечник я присоединяю к заправочному штуцеру. Ой, фу ты шьё. Что-то подобное я ожидал. Представляете, налили полную, настолько полную, что вот реально оно расширилось и вот так вот бамкнуло неприятно. Хорошо не так вот. Ну мы же, не сказать, что анархисты, но в общем-то исповедуем более простой подход к подготовке к полетам. Конечно, может сейчас от этого шланга статическое электричество, например, какое-то. И потом бах, искра, бах, бутылка. Здесь горы трупов, ну два, конечно, двух. И дальше вот всё, полёты на этом закончились. Вообще, в принципе, правила, когда заправляешь самолёт, там ещё что-то, должен быть он заземлён. Немцы все заправляют так. Засосали литр топлива. Было 9 литров, как вы помните. И теперь, опа, 10 литров. Друзья мои, ну, нам не сказано повезло. Посмотрите, сейчас какая-то группа активно снимает Клаус Ольмана. Рядом с его электрическим планером. То есть это планер, у него сзади электромотор выпускается. А у Клаус у нас великий совершенно рекордспен. 23 действующих рекорда мира. Сейчас мы пойдём с ним, поздоровываемся. Это мой учитель, Клаус Ольман. Смотрите. О, Клаус. Ого, го, го, го. Молодец. О, мой, мой, мой. Соседистанция. Коронавирус. Твою мать. О, мой, мой. Это и-блит. Вин. С этим глидером? Да. Поехали. 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 Поехали в Греншене. В Свеции. Так что, сейчас мой номер. Антарес. 20 лет. О, мой. Белый пилот в мире. Сколько у вас есть? 62. Сколько у вас есть? Сколько 30 тысяч. Есть куда стрелиться! Видите? Да? Я буду стрелять! Ха-ха-ха! Вот один из планиров вот этот планер Клауса Ульмана на котором он сопровождал раньше группы. Сейчас тоже иногда катает народ, но сейчас сосредоточился на таких более серьезных задачек. А мне посчастливилось еще в 2012 году летать у него на хвосте. Вот он был на этом планере. Я был на планере ЛС-8 и мы с ним долетели до Мотерхорна. Первый полет мой был вообще дальний здесь в Альпах такой большой. Он Клаус меня взял пятым в группе. Я летел, открыв рот. В общем, конечно, был в полном счастье и восторге. Вот наш буксировщик Папа Лима. Это деревянный планер самолетик Робин. Очень удачный, на мой взгляд, как буксировщик. И вот так, видите, закатывают планер в ангар. Друзья мои, вот видите, так решили мы заснять видео, как мы готовимся к полету на аэродроме и вообще, как проходит нелетный день. По сути, октябрь уже нелетная практически погода. Но видите, какая она веселая летная. И даже показал вам своего учителя Клауса. Ну а мы все, заправили планер. Сейчас мы его чуть под выкатим, чтобы можно было прорулить. И вот сейчас будем взлетать. Полетим к Пикдебюру. Вон, видите, облака. Вот на той горе мы сейчас будем продолжать нашу съемку, наверное. И вот так было бы, друзья мои, если бы вы были, например, на африканском аэродроме, где используется труд наших темнокожих друзей для того, чтобы подготовить планер. Там белый человек, потому что там жарко, и там существует действительно перед полетами в Африке целая процедура, когда планер выкатывают, готовят полностью, там все, вот он готов. И такой пилот весь, как вот я сейчас в белом, значит так раз и летит. Но мы же не такие. Мы все сами приготовили, это так вам, просто так. Ну вы точно сейчас видите, у нас даже парашюты одеты. Мы сейчас сядем и полетим, потому что мы можем. Готов к чуду полета. Как пионер. Как пионер. Ну и я тоже готов к чуду полета. Значит мы летим. Потому что я-то видите, как запрыгиваю, как конь. Лишь бы сейчас камеру не стесли. О, знаете, первый раз за всю историю я сел в кабину и не снес камеру. Я пристегиваю ремни. Вещь очень полезная. Как-то, знаете, когда турбулентность пробивать фонарь башкой не хочется. Всего начинается проверка. Но, во-первых, проверка крайне важна, потому что всегда можно что-то забыть. И вот эти вот на бортах везде чекфлайи написаны. Ну как создать? Лучше всего для себя создать какой-то чекфлай, который ты будешь реально исполнять. Не просто там, ну или, как я уже говорил, лучше всего бумажка. Достали сейчас такую табличку и делаем пеу, 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 пеу. Ну я у себя, как на параплане, когда летал там, проверял параплан. Для меня есть некий порядок привычный мне. Я его адаптировал к планеру. Поэтому первый пункт это осмотреть, собственно, сам планер. Мы осмотрели. С ним все в порядке. Это была первая часть. Теперь внутри самого планера я смотрю, что у меня работает закрылок. Ставлю его на положение взлетным. Будет на двоечке стоять. Проверяю воздушные тормоза. Они работают. Дальше. Выставляю высотомер. Проверяю топливо. Оно есть. Управление вот таким образом крестить я буду перед взлетом. Но сейчас тоже покрестил. У меня планер. В планере все работает. Ручка работает. Рация включена. Приборчики. Все, все красиво. Кран. Топливо, по сути, в этом планере только для того, чтобы, если вдруг пожар, перекрыть подачу топлива. Он механически здесь перекрывается. Клаус мне советует, Игорь, всегда держи открытым. Потому что, если ты открываешь, закрываешь, открываешь, закрываешь, всегда, когда ничего не забудешь. Поэтому, как мне учитель советовал, топливный кран в открытом положении. Сейчас опустим фонарь и выполним следующий пункт, что мы все пристегнуты. Миша, закрывай. Теперь у нас закрыты замки и следующая фаза. Мы проверяем, что все у нас... Вот я пристегнут, у меня парашют застегнут. То есть замки соединения это называю. Миша, ты пристегнут, у тебя все в парах. Форточки. Закрыть. Открыть. Двигатель снятся с топора. Газ в минимуме. Потому что бывает, если газ где-то в конце, двигатель заводится и планер может как дунуть неконтролируемо. Клаус однажды там чуть не собрал. Представляете, человек с налетом в огромное количество часов чуть не собрал кучу пленеров, просто забыл газ в неправильном положении, запустив мотор. И там тормоза не настолько эффективно работают, чтобы остановить планер, у которого, или самолет, у которого двигатель на полных оборотах работает. Останется сделать два пункта проверки перед взлетом. Это метеоусловие, какой ветер дует, и пространство, что полоса свободна. Но это мы в процессе уже как прорулем выполним. Первые два пункта я сделал, проверил планер. Дальше уже перед взлетом метеоусловие и пространство, то есть свободна ли полоса. Включаю тумблер и даю где-то четверть запускаю двигатель. Вот моторчик наш запустился. Я жду пока он чуть-чуть буквально прогреется и начну проруливать. Поехали. Пока мы едем, двигатель нагревается, мы должны взлетать тогда, когда вода будет в 40 градусов, пока она даже не появилась на приборе. Ну, планер спокойно едет. У него одно крыло по земле скользит, и так как здесь низкая трава и довольно ровный аэродром, ничего плохого от этого планера не будет. Планер прекрасно управляется задним колесом. Этот планер крайне удобен в рулении на аэродроме. Доехал до торца полосы. Выровнял планер по оси. Одно магнета. Нормально. Второй магнета. Нормально. Я готов к взлету. Температура воды 40 градусов, как раз можно взлетать. Погода хорошая. Я примерно прикинул, куда после взлета буду поворачивать. Пространство. Впереди все свободно. В радиофиле никто не говорил, что заходит на посадку, поэтому можем взлетать. Никакого диспетчера, мы никакого флайплана не подавали. Ничего. То есть я проснулся, выпил чашку кофе, приехал, подготовил планер, взлетаю. Миша, ты готов? Поехали. Я только должен доложить в рацию, что я взлетаю. Это обязательно. Серловый день 9, картикулярский стонар. Поехали. Обороты на двигателе 7300. Очень хорошо он работает. Я им крайне доволен. Мы разгоняемся, скорость растет. Сейчас уже будет скорость 70, 75, 80. Можно отрываться, но я использую полностью асфальт до конца. Перевожу из закрылок в сетное положение. Мы уже летим. 90 держу. Начинается набор высоты. Я набираю первые 50 метров, чтобы никаких ошибок низко не совершить. Сейчас убираю шасси. Шасси убрано. Делаю левый вираж, чтобы не жужжать над домом и там с жителями. Потише чтоб было. О, мы даже в потоке сейчас. Я попробую встать в набор сразу. Поток слабенький. Ну, 2,5 метра в секунду. Обороты 7100 немножечко больше, чем сам планер набирает. И потом мой план перейти в волк у нас, видите, облако. Сейчас камера показывает. Вот. Вот к тому облаку я перескочу и там уже наберу максимум. А здесь я набираю так, чтобы от аэродрома даже с работающим двигателем отходить так, чтобы всегда был запас на аэродром вернуться. Итак, друзья, мы подлетели к склону. Замечательно. Вы видите, здесь довольно много энергии. посмотрите, как хорошо видно сейчас на экране, что мы поднимаемся. Снизу у нас золотая осень. Сейчас я еще середину потока постараюсь найти. Ну и, в общем-то, двигатель можно отпустить в центре потока. Я двигатель перевел на хозостые обороты, чтобы немножечко охладился он. Сейчас 63 градуса температура воды. 119 градусов. Ну, сейчас покажу. 119 градусов температура воздуха за ротором. То есть, ротор воздушного охлаждения здесь у лангеля. Ну, и поэтому мы должны добиться 115 градусов на роторе и градусов 55 вода. Я встал в восходящий поток и набираю. Ну, при этом, что удобно, что я понимаю, что конфигурация сейчас у планера как раз такая, что когда двигатель выключится, примерно то же самое сейчас двигатель нам почти не помогает. Ну, где-то так же будем набирать. Я проверяю, что да, поток есть, что мы в этом месте сможем немножечко что-то набрать. 117 градусов. 116. Довольно быстро, вы видите, все это остывает. Вот. Мы даже высоту по чуть-чуть набираем. Вот 115. Я тумблер делаю. Чпок. И вот моторчик останавливается. Я включаю тормоз. Оп. Воздушного винта. Бум. Остановился. И убираю двигатель в состоянии такого охлаждения. Надо держать тумблер до звука. Пил. Вот. И все. Это значит позиция охлаждения. Сейчас в этой позиции мотор стоит минуты 3. После чего мы будем его окончать. Итак, друзья. Пока остывал мотор. Миша набрал почти до облака. Наша высота 2154 метра. Вот. Посмотрите, как склон выглядит, у которого мы глушились. Вот уже он как мы высоко уже. Ну, практически под базой облака. Порядка 5-6 минут охлаждения двигателя было. И теперь я могу его убрать. Вот смотрите, как он полностью уберется в фюзеляж. Раз. Бум. Все. Мы в чистой конфигурации. О, Миша, смотри, птичка. Дай-ка я ручку. Попробуем ли я ее цапну. Может, мы до нее долетим. С ней поздороваемся. И вот дальше мы уже в гладкой конфигурации без двигателя пытаемся. Ну, не пытаемся. Сейчас доберем до кромочки облака. А пока, Миш, забирай ручку. Ты набирал значительно лучше, чем я. Вот. Видите, ученик просто вот конь-огонь. Конь-огонь. Взял ручку и сразу вверх пошел. А я вон ля-ля-ля-ля-ля-ля. Только вот трынзитивные, как вы видите. Так, ну вот, друзья мои. Микаил набрал высоту. Почти добрал до облака. Ну, вот метров сто до облака осталось. Но что-то больше даже у него не идет. И запускай нос. Закрыл вот, переставляй на троечку. Разгоняйся до 150. Вот, происходит вот. Ну, чуть-чуть энергии еще здесь цапнули. И вот мы пошли на переход. У нас 2-300 до Пикдабюра не хватит. Но мы еще наберем вот там вот. Над горой Апоттер. Вот эта гора называется Баня, наша домашняя. Вот у нас впереди Апоттер, куда мы летим. Аэродром, откуда мы взлетели. Вот, под крылом сейчас наш аэродром находится. И мы движемся, смотрим вообще, как погода. Погода хорошая. Вот, может быть, мы потом на паркур даже сходим. В Больших Альпах так. Ну, так неплохо. В общем, летать можно. Но наша цель Пикдабюр. Потом покулиганить немножечко. Понаслаждаться вот этой осенью красивой. Ну, и там видно будет. Я смотрю, что на горе Апоттер. Сейчас вон даже дельтапланы разложены лежат. Чуть, чуть левее немножко. Вот. Под облаком, оказывается, стоит планер. Это со Спармонс. Давай подстраивайся, Миш, влевую спираль к нему. Это планер СК-13 с соседнего аэродрома. Миш, подстраивайся влево чуть-чуть больше. Ага. Закрылок перекидывай, 120 скорость. Закрылок на 4. А, это мотопланер даже. Мотопланер. И вот есть небольшой здесь поточек, судя по всему. Вот, можете посмотреть на приборы, как это выглядит. Вот, пошел метр в секунду подъем. Ну, давай закручиваем влево. Будем набирать. Сейчас мы здесь должны набрать метров хотя бы 100-150. В этом случае нам высоты уже хватит, чтобы сделать следующий переход до горы Пик-де-Бюро. Вот сейчас крыло у нее фактически показывает. Вот она большая, красивая. Облака практически на уровне Пик-де-Бюро висят. Это значит, что мы там наберем две с половиной. Вы знаете, с каким красивым, замечательным аппаратом мы это делаем. Какой-то моторпланер. И вот посмотрите, у него колеса торчат, все дела. И он при этом набирает не хуже, чем мы. Потому что, когда трендишь и набираешь, получается хуже, чем когда просто набираешь. Но я же должен вам его заснять. Мы, на самом деле, его чуть-чуть поднагнали. Ну, тут понятно, посмотрите. Все торчит, и он еще и парит. Вот такой вот шасси такое двухколесное здоровенное. Винт там. Ну, может быть, винт у него там как-то зафлигирован, наверное. Не знаю. Но сам факт, что вот мы в этот денечек 18 октября встретились с планирочком, мотопланирочком. И замечательно с ним встаем в одной спиральке. Ну, а почти мы уже поближе к нему подлечу, чтобы смогли на него больше полюбоваться. Я ему сейчас хвост выйду. Ну, не зараза. Ну, смотри-ка, на вот этом полувираже. Там поточек-то получше немножко. Ну, конечно, догоняю, но, знаете, не так, как я этого хочу. Не так, что прям я тут... Эх, у меня же планер-то с качеством 50. Ого-го-го-го-го-го. Ну, сейчас вот при наборе таком качество не столь существенно. Ну, хотя у него явно там на 20-30 сантиметров в секунду снижение больше. Вот. И за счет этого мы потихонечку догоняем. Но у него, допустим, может быть более низкая удельная нагрузка. И в этом случае он может радиус сделать меньше. И тогда он нас может догнать. Вот, смотрите. Красавчик. Сзади у него еще какая-то фигня треугольная. Какая-то треугольная. На пласте? Да, на пласте. А, вижу, да, тут такое странное. Ну, сейчас я подниму поближе. Сбоку его вам сниму и пойдем на переход. У меня высоты достаточно. Оп. Вот, смотрите, как он. Да, вент у него установлен, я смотрю. Вот он, да. Вент у него не торчит. Молодец такой, а. Вот, смотрите, как он выглядит у нас. Вот с такой штукой мы полетали. Он остался в потоке. О, птички. Вот две птички. Это кто? Да, 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 да. Я помню, вот они. Оп. Потихонечку разгоняйся. И вот наша следующая цель. Впереди гора называется Пик де Бюр. У нас 2,400. Мы туда, там, придем туда где-то на 2,100. Сейчас и проверим заодно. Висота 2,400. Мы пришли к Пик де Бюру. Я смотрю, работает склон или нет. Ну, так. Хотелось бы и лучше. Но сейчас попробуем здесь набрать. Здесь склончик может работать. Дело в том, что, как вам говорил, здесь зона конвергенции, по идее, должна быть. И здесь должен быть вот юг. На самом деле юга здесь нет. Здесь больше запад. Вот. Подъем, конечно, какой-то есть. Но я бы не сказал, что прям такой, как вот. Ух. Это, конечно, немножко расстраивает. То, что я думал, сейчас мы придем. И попрем со страшной силой вверх. Ну, идем вверх. 2,100. Кстати, обратите. Высота, я говорю, будет, что 2,100 будет. Вот где-то 3,100 и получилось. Вот. И вдоль склончика сейчас работаем потихонечку. Может быть, сейчас вот здесь вот все-то цепанем. Вот. Уже 2,100. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. О! Вот сюда надо было, на самом деле, чуть-чуть залететь. Западный склон работает. Он, на самом деле, в погоду, в сезон работает немножечко похуже, чем юго-западный. Но видите, сейчас вот как раз вот так. Полет на планере – это всегда, не знаю, какая-то проверка чего-то. Это проверили, то проверили. В итоге нашли оптимальное место для того, чтобы выбирать высоту. Видите? Тенирочка, планирочка нашего тени внизу. Вот я выбрал место, где буду писать вот эту восьмерку парящую. И я ее выписываю. 2,5 метра в секунду. Кстати, мы набрали 100 метров за вот этот проходик уже. Очень неплохая, неплохой поточек здесь стоит. Первый раз просто я прошел неудачно в него не вписался. Сейчас видите, как пипи-пипи-пипи-пипи-пипи-пипи. Каждый пипи-пипи – это высота. Снег вот лежит. Почти растаял. Он там наверху снег будет. Сейчас поднимемся повыше. Я вам его покажу. Ну вот, друзья мои, Миша набирает парящей восьмерочкой. Вот, а я буду комментировать его ошибки. Но временами он держит скорость больше, чем нужно. Но сейчас пока нормально. Вот сейчас 110. Вот, как он красиво набирает. Посмотрите, посмотрите, 110. Хорошо, Миша. Вот, сейчас мы на разворотик бы уже пора, но он сейчас его проворонит и опоздает. Нет, смотрите-ка, не проворонил. Не проворонил, он нас слышит, представляете? Он не хитрый. Мы практически добрали до склонов нашего пик-дебюра. О, и наверху красивый снег. Смотрите, как красиво. Миша. Работает вдоль склонов. Смотрите, ручка у меня вот-вот. Шорт, опять же, у меня, видите? Тепло. Снег лежит, а летать можно в шортах. В чем здесь эффект, Миша, надо будет еще раз чуть раньше подворот. Видишь, мы в минусе разворачиваемся. В чем, почему в планере можно летать? На самом деле, на улице сейчас градусов 18, не очень жарко. 16, здесь-то есть и снег лежит, представляете, да? Между тем, я сейчас вот в шортах. Но у нас солнце через фонарь светит, и поэтому довольно приличное количество энергии дает. Можно этим пользоваться и летать в шортах. Такой наборчик. Закручиваю сейчас право, полезнее. Давай, 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 давай давай. Ручку сейчас для себя немножечко. На себя, Миша. Чуть против крена. Против крена, чтоб. Ага, вот. Еще на себя, на себя и против крена. Вот. Видишь, какой-то вираж какой получается. Хорошо. вот и смотри ты вполне пишешься до склона может продолжали раз продолжай да вот смотри чуть-чуть будет больше крену видишь ну нормально с тобой проходим просто вот здесь как раз такое ядро удачно продолжайте отдал ручку ты теперь эти страху не переживай к вопросу можно ли крутить на склон можно если до него какой-то некое расстояние вот ну и запас скорости есть сейчас до склона не так далеко на посты как миша смело на него закрутит давай главноклент держи скорость все видеть какой он смелый смелый миша бесстрашный я бесстрашного я себя я сейчас тоже покажу вот видите бесстрашный инструктор одной рукой держит камеру другой не смотрит как его студент набирает так а студент набрал практически до кромки так не надо включить теперь камеру хвостовую с этими камерами как на работе птички здесь всякие живут кала всякие страшные эти как вот отделу у бога бога и гидриде можно вот такой проломчик уходит скорости запас есть но все-таки недостаточно что пролом летать на следующем проходе здесь поднимают нас разворотик ой снизу птички всякие можно было конечно и проломчик ну ладно не буду этот паломчик все ты лазить промчимся рядом со слоном крестом в облачной тени залезаю вот крест и смотрите пойдем пройдем рядышком с астрономами и так тоже можно на плане не делать вот астрономчики наши здесь живут здесь их место питания а вот здесь водится косули косули кис-кис-кис видишь их миша я тоже косу не вижу но были раньше летим над снегом ищем косуль вот они может сюда ушли вон косуля 1 а вот косули вода лопа так посмотрите друзья сейчас косулями пройдем рядышком вот они вот вот где а вот вот есть еще от нее сейчас это не разорвать делаем прикрой а такую как 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 так как Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да... С буксы не уходит! Ю-ху! Убегают! Оп! Эй сюда! И сейчас где-то там впереди еще катули- Где они, видишь? Вот... Приживаемся ниже! Сейчас надо вираж делать так, чтобы что-то не грубиться Оп... Ну вот так вот... Простите, глубоко уважаемые любители природы, зелёные там и прочее. О, параплан. Дай-ка мне ещё ручечку. Видите, какой прекрасный полёт у нас сегодня, у нас ещё и параплан. На параплан не будем охотиться, просто рядышком с ним пройдём. Покажу вам параплан. На выше него пройдём, чтобы его не пугать. Вот он, смотрите. Вот. Планер очень сильно способен разменивать энергию высоты на энергию скорости, где там параплан. Он сейчас практически на него спикирует, смотрите. Он сейчас высоко выше него сейчас. Ну и мы выше, чтобы... Почему я держусь выше, чтобы не пугать. У него... У нас за нами мощный спутный след, чтобы не пугать параплан. Я хожу выше него. Оп. Всё. Ну, кстати, заметьте, с фармом летит, чувак. Это круто. Это респект уважуху этому планилисту, про планилисту. То есть у нас даже наша система... Мой план, как я обещал, слетать в одно красивое место. И там вот это красивое место впереди. Такая стеночка шикарная. Вот мы на эту стеночку сейчас слетаем и попробуем здесь полетать по-хулиганинке. За мной пик дебюр. Я довольный середичный днём. Просто изумительный днём. Очень красиво. Дай ручечку и сейчас через облако пролечу. Я думаю, что сейчас там даже нас подымет. Для осени это просто, ну, не день, а подарок. То есть очень интересно, очень красиво. Очень познавательно, очень увлекательно. И знаете, сейчас у нас избыток скорости. Мы набирали в облаке, которое выше. А вот сейчас облако, которое ниже. И мы сейчас в него войдём. Смотрите, я сейчас уменьшаю скорость. Вывод. Видите, облако. Вывод я вниз. Здесь небольшой наборчик, может быть, тоже будет. Я через это облако тоже впереди пройду. И наша цель прямо по курсу. Горочка, где мы будем пулеванить. Миша, забирай ручку. Скорость 150. Обчались. Эхе-хей. Вот я вам чашечку снимаю, по которой сейчас буду хулиганить немножко. Ну, немножечко высоты ниже, чем нужно. Чем мне хотелось бы, скажем так. Ну, сейчас попробуем сделать из этого положения максимум какое-то вообще. Пичуть я взял. Эх, понеслась нелёгкая. Люблю такие полёты рутинрольные. 10 км в час. В паре маршрум идём. На каталоге с окно. Потом пониже. Так, здесь как деньги придут, я думаю, и немножко. Ну, поехали. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Опять ныряю в осень, смотрите. На развороте я скорость уменьшал. Сейчас ныряю в осень. Где-то наша сень, где-то там. Сзади за планером гонится. Га-га-га-га. Просто праздник какой-то. Так, мы сейчас пониже, поэтому, чтобы перелететь склон, я немножечко от него сворачиваю. Так, что с высокой? Ну, высоты у нас как раз тик-ток долететь до дома, поэтому, пожалуй, мы уже закончим. Закончим хулиганство склона и пойдем потихонечку в сторону дома. То есть как раз на долете, набирать больше мы не хотим. Но единым... Так, какой ветер? Встречный. Так и пойдем где-то сейчас. Впереди холм надо перелететь. Вот так потихонечку, полигонечку, красивенько перелетим. И-а-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Что бы вам еще такое показать? Те, кто не хочет смотреть видео до конца, могут, наверное, уже и... Дальше Там еще что-нибудь интересное Осталась батарейка Осталась камера Почему бы и не поснимать Тем более Есть любители понаслаждаться Я попробую что-нибудь придумать Вот Пик Дебюр Крыло показывает там где мы сегодня летали Хорошая горочка Изумительно мы там понабирали Длинный полет у нас будет смонтирован Сегодняшний На час фильм Если этот ролик я буду выкладывать отдельно То там будет какая-нибудь ссылочка Чтоб можно было посмотреть Весь этот длинный полет Вот и я крайне доволен Этим полетом У нас был план заснять Пилотаж над Осталась чашка над которой мы там хулиганили Пилотаж нам удалось заснять Все красиво Сейчас мы вообще против солнца летим Поэтому перелеты снимать-то смысла нет Вот Ну посмотрите кстати какой эффект Вот я вот сейчас например склон очень плохо вижу Засветка от фонаря Все скрадывает Вот сейчас до рельефа очень тяжело Божья коробка смотрит кстати летает Посмотрите До рельефа очень достаточно сложно Сейчас оценивать Ну расстояние Поэтому я держусь подальше От рельефа Иду вдоль склона вдоль Юго-восточной стороны Хотя ветер западный То есть сейчас фактически в лицо дует Но ветер слабый 7 км в час Ни о чем Конкретно здесь Когда нет термической еще составляющей Вот я выхожу на уже Юго-западную сторону склона Ну вот мы сейчас еще наверное продолжим Один проходик сделаем сквозь Осень Уже на совсем низкой скорости Если бы понимали вот как Кланер летит на 120 Ну вот сейчас 130 120 поставлю Вот так плавненько Красивенько Вот она Семь наше ползет Опа Опа Параплан И кстати молодец Потому что у него фларм Вот посмотрите видите Фларм сработал Ой умничка то какой На самом деле обожаю парапланилистов Которые начинают обзаводиться флармом Потому что штука Ну на планере когда летишь Довольно сложно Ну параплан кстати заметить не сложно Потому что он Большой, красивый, яркий Он тоже в боже коробке Еще раз кадров А гораздо сложнее Увидеть какой-нибудь На фоне белого снега планер Вот Но конечно Респект увожу По этому парапланилисту Мы с ним уже пересекали сегодня То есть у него какой-то прибор С излучателем Который видит наш Компьютер бортовой Вот И он набирает Смотрите как хорошо А мы здесь Я не уверен что мы здесь Сможем набрать Да в общем там нам не надо Мы Что поснимать Красиво Тим В нашем плане Расскользит по По синему лесу Вот он Вот это я так близко летаю Представляете Я правда не смотрю сейчас на тим Я смотрю на расстояние до склона О Так я смотрю на высотомер Который нам показывает Что еще один проход И нам надо домой Домой Не забыть выпустить шасси Вы знаете друзья Что люди делятся на Два типа Которые уже садились Которые Уже садились без шасси И на тех Которым Это еще предстоит У меня два года назад Было прям подряд С разницей месяц Один раз я сел без шасси А другой раз сел мой ученик Вземлился Мы заканчиваем наш полет Но перед посадкой Что бы я хотел сделать Я хочу Заснять вам Городочек Которым я живу Вот крыло Перед крылом сейчас мой дом С солнечными батареями на крыше На крыше И Покажу вам дорогу Вот сейчас крыло как раз Чертит по Дороге По которой мы Двигаемся Когда едем на аэродром Вот смотрите Вот эта дорога Мы сегодня Там видео стоит Дорога На мотоцикле едем Вот она И вот сейчас крыло показывает Аэродром у нас уже в тени Ох Надо скорее лететь Чихлиться Потому что иначе Полно будет чихлиться Вот я Сделаю крайний Разворотик Такой сделаю Проходик На 1100 нормально Пониже Макс там Наверное радуется Сын мой Он всегда радуется Когда папа делает губ Вот папа делает губ Вообще очень не любят Когда мы низко езжаем На аэродроме Сейчас 150 метров Поэтому Вполне себе можем позволить Да Миша Я продолжаю Верать Чтобы отставлять В кадре Сверху На Крепость Ну и крепость Сейчас там Не помню Как эта штука называется Башня Там Замок Вот Я на фоне Дома Собственно Какие-то Дни Получился Нет Я скорость бросил Соответственно Набрал высоту И вот мы подходим К аэродрому Ну и я сейчас Выпускаю шасси Перед входом Круг Сейчас скорость Чуть поменьше сделаю От грека подальше Помните Я тут что рассказываю Про шасси Шасси На упоре Все Первого раза Не защелкнулось Не застопорилось Смотрю ветер Что ветер нам показывает А ветер говорит о том Что у нас Почти штиль Чуть-чуть легкий Западный компонент Сейчас вот Мы как раз В тень от горы Зайдем наверное А нет Не зайдем Северо-западный Компонент Ну вот Мой одинокий прицеп стоит Видите К нему подбирается цель И там стоит мотоцикл На котором нам Домой ехать Северо-западный Директор Это у них Лендинг Щелкаю по Ручке шасси Проверяю еще раз Выключено Знаете как Береженого Бог бережет И Сейчас Я Представляю Закрылок Максимальное Положение Лендинг Выпускаю Воздушные тормоза И Такой Смотрите Я уже показывал Неоднократно Сейчас я представляю Что я Самолет У которого Отказал двигатель То есть я делаю Такой заход По дуге Циркуляция такая Вот И моя задача Выйти на ось полосы Отновременно Со сбросом высоты И так Чтобы попасть На торец Вот я сейчас Видите На вираже Как раз идеально Прохожу Мне прям все нравится Как я делаю Вот смотрите Опа Поиск полосы Прямая Ну и сейчас Если я так оставлю Мы не долетим Поэтому я убираю Немножку воздушные тормоза Вот Подтягиваюсь поближе Летим 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 100 километров Летим Летим Вот она Начинает Милютика Касаться Дык Вот мы уже едем Мягенько Красивенько Заезжаем на полосу И сейчас Надо проверить Если тормоза Гидравлические А то Оп Ну вот Они есть Но слабенькие Мне нужно Немножко прокачать После ремонта Поэтому я Вот Все таки есть Уменьшаю скорость Сейчас буду медленно Медленно подъезжать В своем прицепе Поближе Но чтобы в него Не вырезаться Да Есть тормоза Не такие эффективные Как мне хотелось бы Поэтому Помните видео Я подъезжаю К прицепу Сейчас Безопасность С тормозов Лучше не подъезжать Спасибо, что смотрите Наши Передачи С наших авиалиний До новых встреч Арибар Эй Вот сейчас Думаешь, надо было На электромобиле ехать Заводим нашего коня И едем Ну а давай подъезжаем К Калбати-Манселион К нашему Населенному пункту Городку, где мы живем Вот кто будет приезжать в гости Вот смотрите Въезд в город И первый же поворот налево Сейчас мы въедем В такую микро Ну не площадь А там Наши фермеры живут Вот Даже можно одной рукой управлять Нормально Вот Фермеры Вот повернули И вот первый домик Второй домик Третий домик Мы четвертый Хоть посчитал впервые вообще Соседи всякие живут Вот подъезжаем Подъезжаем Айва растет Да нормально, Миша Все в порядке Держи Да, не гравий Видишь Дай, как можно сделать Подъезжаем Делать Вам Ворота открылись Автоматически ворота Видите Айва Мой хороший Что такое Рассказывай Что случилось Ты стукнулся голова где-то А что Болит голова Максика Температура Болит голова А папа Видите Блогерствует Позор Ну сейчас Будем лечить Да Что могу сказать Что Замечательный день Замечательный полет Как вы видели Я выходил в эфир Всего два раза Первый на аэродроме Когда Сказал Что мы взлетаем И второй Когда сказал Что приземляемся Никаких заявок Мы не подавали Мы приземлились Видите До заката Солнышко садится Энергия кончается В воздухе За свободу Солнышко садится Солнышко садится Солнышко садится В новых встреч Выхлопровод Солнышко садится Вhandат Никаких Парай Солнышко Прис哈哈 Вđ Speaker ... ... ... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok